Восстание 6 вечера. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты Хабар 24 в студии Батакус Арпилова. Здравствуйте. В новом году новые министры. Президент сегодня анонсировал кадровые перестановки в Кабмине. Причем в ближайшее время глава государства сегодня неожиданно появился на заседании Сената, где и рассказал о грядущих изменениях. Но речь шла не только об этом. Говорили о работе, проделанной парламентом за год. Рассмотрено 150 документов. 79 законов вступили в силу. Айгуля Монтаева изучила список самых важных новелл. В Верхней Палате Парламента сегодня было по-особому оживленно. В кулуарах журналистов больше обычного, соответственно, и вопросов на порядок шире. Еженедельное традиционное заседание Сената неожиданно посетил президент. Причин тут может быть несколько. Это и напутствие перед предстоящими выборами в Сенат. Часть депутатов, возможно, сложит полномочия. И через месяц Палата соберется уже в новом составе. Да и в целом итоговая оценка работы с законодателей за год. Впрочем, эти встречи будут регулярными. Роль парламенту в новом Казахстане отвели серьезную. Ограничив полномочия главы государства. Среди исторических решений однократное президентство с 7-летним сроком без членства в какой-либо партии. И запрет для его родственников занимать высшие должности. Не допускается единоличное обладание властью. Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой. Ряд полномочий переданы от президента к парламенту, от центра к регионам. Введена смешанная избирательная система. Речь шла не только о будущем парламента. Пользуясь случаем, Токаев проанонсировал кадровые перестановки в правительстве уже в начале нового года. Судя по его словам, Кабмин не проявляет должной активности. Градус критики президента после недавнего расширенного заседания не снизился. Правда, в этот раз была ремарка, что уже меры по разрешению ситуации принимаются. Как и прежде, в центре внимания ситуации в экономике задача номер один – ВВП не меньше 4%. Это в том числе касается создания новых производств и качественных рабочих мест. Особенно для молодежи. Отдельное внимание, учитывая последние ЧП в Экибастузе и Ридере – региональной политики. В рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций. Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%. А в номинальном исчислении впервые в истории он должен превысить 250 миллиардов долларов. Также непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Главным же приоритетом в работе Сената, безусловно, стала масштабная конституционная реформа. А еще очень много важных социальных инициатив. 79 законов вступили в силу. Среди прорывных новелл – увеличение срока выплат по уходу за ребенком до полутора лет, повышение возрастного порога молодежи с 29 до 35 лет и заморозка пенсионного возраста женщин до 61 года. Особо Тукаев отметил законы о биологической безопасности и противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Для качественной защиты прав и свобод граждан впервые создали отдельное ведомство – Конституционный суд. Важно, что обращаться в Конституционный суд смогут генеральный прокурор и уполномоченные по правам человека, которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях Конституционных прав. В ноябре парламент принял Конституционный закон о Конституционном суде, который регламентирует порядок его деятельности и определяет принципы Конституционного производства. В настоящее время завершается реформирование аппарата Конституционного суда. Решения Конституционного суда обязательны для исполнения всеми государственными органами, и никто не может их пересмотреть. Например, если министр принимает решение, это решение может быть пересмотрено или вышестоящим руководством, или судом. Если принимает суд городской какое-то решение, оно может быть пересмотрено вышестоящими судами. То есть всегда в нашей системе есть какая-то возможность подать апелляцию, подать жалобу и заново рассмотреть это решение. Здесь мы видим, что мы создали такой механизм, что решение Конституционного суда является окончательным, никто его не может пересмотреть. Кстати, возглавила Конституционный суд Эльвира Азимова. Это было предложение Тукаева. Эльвира Азимова прошла путь от рядового специалиста до вице-министра и три последних года занимала должность уполномоченного по правам человека. Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Эльвира Азимовой. Ее предыдущее место займет Артур Ластаев. Айгуля Монтаева, Досхан Хорас, Хабар 24. И сегодня глава государства провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая возглавит Конституционный суд с января. Ахасмуж Мартухаев выразил уверенность, что этот орган несет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан. Помимо вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, Конституционный суд будет рассматривать обращения казахстанцев, считающих, что определенные законопроекты в чем-то их могут ущемлять. Кульсара Арстанкулова назначена постоянным представителем Казахстана при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Эту должность она будет совмещать с должностью посла во Франции и в Монако. Дипломатическую карьеру Кульсара Арстанкулова начинала с должности атташе посольства в Бельгии, работала в Центральном аппарате МИДа, занимала ответственные позиции в Центре внешней политики администрации президента. Казахстанскому институту стратегических исследований необходимо усиливать взаимодействие с экспертным сообществом в регионах. Так считает государственный советник. Ирлан Карин принял участие в заседании ученого совета КИСИ при президенте. Специалисты отчитались об итогах работы института за этот год и планах на следующий, а также рассказали о ключевых вопросах деятельности научного учреждения. Карин подчеркнул, институт выполняет важную миссию по прогнозам и аналитическому сопровождению ключевых направлений госполитики. Казахстанскому институту К 2025 году планируется внедрить цифровой тенге в полную промышленную эксплуатацию. Это открывает широкие возможности для казахстанцев. Мы полагаем, что благодаря этому проекту на финансовом рынке будут созданы условия для инновационных инициатив, которые помогут нашим соотечественникам повысить доступность финансовых сервисов. Больше всего долгов перед банками у жителей Туркестанской, Халматинской и Восточно-Казахстанской областей. При этом общее количество казахстанцев с кредитами приблизилось к отметке 8 миллионов. Такие данные сегодня озвучили сенаторы. Большая часть займов ипотечной, примерно на 4,5 триллиона в тенге. Показатель вырос на треть с начала года. Количество потребительских кредитов за этот период выросло на 20%. Снизить долговую нагрузку законодатели планируют через отдельный закон. Он будет жестче регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. Кроме этого, со следующего года вступит в силу закон о реабилитации и банкротстве физических лиц. Штраф и увольнение за расхождение в декларации ждут госслужащих. Эту норму сегодня утверждил парламент. Согласно документу, с 2027 года, если разница между доходами чиновников и их расходами будет превышать 1000 МРП, на нее будет налагаться штраф 90%. Без этого, считают партии с коррупцией, процесс декларирования останется формальностью. Напомню, по данным Комитета госдоходов, свои активы скрывают 29 тысяч чиновников. Впрочем, госслужащих намерены не только штрафовать, но и увольнять. Сведения о таких работниках будут направляться в агентство по противодействию коррупции. Продолжаем выпуск. На месте схода вагонов в Карагандинской области начала работу специальная комиссия. Однако эксперты уже сейчас говорят, что установить причину ЧП будет непросто. Рассматривается сразу несколько версий. На станции Карабас побывала и наша съемочная группа. Зерновые барханы прямо на железнодорожных путях. В 19 сошедших с рельс вагонах было больше 1000 тонн пшеницы. Из североказахстанской области ее везли на экспорт в Узбекистан. Вагоны принадлежат сельскохозяйственной компании. Зерновозам всего от 3 до 1 года. И ни один из них ни разу еще дальше не ремонтировался. Но в результате ЧП 14 из них не подлежат восстановлению. Ситуация, конечно, для нас это очень такая шоковая. Для нас важно это определение, что явилось причиной этого схода. И все-таки здесь убытки очень большие. Нам важно знать, кому мы их должны предъявить. В причинах того, что могло произойти, начала разбираться специальная ведомственная комиссия. На место прибыли представители завода производителя вагонов и независимые эксперты. На сейчас очень много версий. И что-то говорить на данном этапе это будет преждевременно. Как мы видим, АОН КТЖ уже начала здесь какие-то восстановительные работы. И нам на сегодняшний день определить коренные причины уже составляют какие-то сложности. В 2022 году на казахстанской железной дороге было 7 крупных ЧП. И два из них здесь, на одной из старейших станций региона – Карабас. Чуть больше месяца назад 14 вагонов сошли с рельс буквально в нескольких сотнях метрах от нынешней аварии. Как оказалось, это произошло в результате нарушения технологии при соединении рельс. Выводы по первому случаю. Карабас – это действительно упущение наших работников. По нему расследование ведется, до конца еще не окончено. Упущение – это работниками действительности командиров среднего звена, командиров, которые должны были это обследовать, смотреть в свое время. Были такие упущения. Но там неисправность путей. Да. На расчистке места аварии и восстановительных работах сейчас задействованы больше 300 человек. Работы идут круглосуточно. Движение мимо станции удалось восстановить лишь по одному пути. Илана Чаус, Айран Акамбаев, Сайлау Игликов, Хабар, 24, Карагандинская область. О событиях в мире. Пожар на скоростной автотрассе в Южной Корее унес 5 жизней. 37 человек с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в больницы. В момент сгорания в туннеле длиной в 800 метров загорелись 45 автомобилей. ЧП произошло около двух часов дня. Большинство погибших найдены мертвыми в своих машинах или рядом с ними. По предварительным данным, пожар начался после столкновения грузового автомобиля и автобуса. Затем пламя перекинулось на пластиковую стену и потолок звуконепроницаемого туннеля. Он был изолирован поликарбонатом. К месту его происшествия выехали 94 пожарные машины. Спустя два часа после начала возгорания пожар полностью потушили. Число погибших при пожаре в камбоджийском казино достигло 30. Десятки людей пострадали. Напомню, огонь вспыхнул в казино-отеле в городе Пайпет на границе с Таиландом. В здании оказались заблокированными служащие и постояльцы отеля. Причины возгорания пока не установлены. Отмечу, и горный бизнес считается важной частью индустрии туризма. В Камбодже сюда съезжаются посетители из разных стран, где азартные игры запрещены. В нас обратилась компания SpaceX с просьбой спасти астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле «Союз» на Международной космической станции. Ранее у «Союза» из-за дефектов обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. Сейчас в капсуле корабля находится три человека. К МКС также пристыкован другой корабль компании SpaceX. На нем прилетели еще четверо астронавтов, однако там всего четыре места, поэтому спасательная операция невозможна. В Роскосмосе заявили, что планируют послать за космонавтами еще один «Союз», но принятие окончательного решения отложили до января. С нового года могут подорожать автомобили. Рост цен вызовут глобальная инфляция и последствия пандемии, отмечают эксперты из Грузии. Страна является крупным автомобильным хабом, куда стекаются новые и поддержанные автомашины из США, Канады, Японии. А уже оттуда реэкспортируются в соседние страны, в том числе в Казахстан. Прогнозы специалистов выслушала Юлия Тужилкина. Автомобили в Грузии подорожали уже в этом году. С этим отчасти связан рост доходов от автоэкспорта. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20%. Страна превратилась в региональный узел торговли, поддержанными и новыми машинами. На местном рынке в этом году авто подорожали на 30-40%. Там, где производят машины, то есть в США и Канаде, они тоже подорожали. В связи с пандемией производство новых авто замедлилось. Дефицитными стали детали. Начались проблемы с логистикой. Время доставки увеличилось. Теперь, чтобы привезти машину, необходимо 4-5 месяцев. И в связи с этим растут финансовые расходы. Всё это сказывается на местном рынке. Несмотря на трудности, грузинский рейхспорт автомашин продолжает развиваться. Казахстанцы, к примеру, за 11 месяцев этого года приобрели в три раза больше машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Автодилеры считают, что возрастающая конкуренция поможет стабилизировать цены. Географическое расположение Грузии позволяет ей быть автомобильным хабом. Отсюда машины идут далее. В Азербайджан, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Реэкспорт машин увеличился также из-за военных действий в Украине. Мы предполагаем, что машины будут дорожать. Но если число автодилеров прибавится, возрастёт конкуренция. И это, возможно, позволит немного удержать цены. Однако проблемы на грузинском авторынке зависят от мировых тенденций. И пока, по прогнозам, цены будут только расти. В следующем году машины подорожают ещё на 10-15%, прогнозируют эксперты. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Как минимум 12 тысяч автомобилей с иностранными номерами планируют легализовать в Туркестанской области. На самом деле их гораздо больше. Но точной статистики о количестве таких машин в регионе пока нет. Изменить данные учёты казахстанцы смогут уже в начале следующего года. При условии, что машину ввезли в Казахстан до 1 сентября, она не разыскивается и прошла необходимые таможенные процедуры. В случае, если автомобиль соответствует всем критериям, законить можно даже праворульный автомобиль. Обойдётся услуга в 200 тысяч тенге. Процесс легализации мы планируем проводить в трёх точках региона. В самых густонаселённых в Сайрамском и Сарагарском районах и Туркестане. Также поменять учёт жители смогут в Шемкенте. Работу планируем завершить в течение полугода. Провести ревизию инфраструктуры Тургайского региона предложил сенатор Али Бектаев. Он отметил высокий уровень изношенности инженерных коммуникаций, то есть система находится под угрозой возникновения ЧАЭС. Депутат призвал оценить текущую ситуацию в кратчайшие сроки, специально для этого создать комиссию и выделить из бюджета необходимые средства. На сегодняшний день уровень изношенности водопроводных сетей составляет 86,5%, тепловых 87%, электрических 92%, канализационных примерно так же. Чтобы определить реальное состояние инфраструктурных систем города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов, правительством должна быть создана специальная комиссия. Также сенатор высказался о плачевном состоянии автомобильных дорог. Он предложил ускорить строительство трассы от Астаны до Шалкара. Это позволит активизировать взаимодействие с соседними областями, считает депутат. В Североказахстанской области выявили нарушения при реализации инвест-программы на теплоснабжающем предприятии. По сведениям антимонополистов, компания за пять лет получила около миллиарда тенгене обоснованного дохода. Это деньги, выплаченные потребителями в рамках утвержденной тарифной сметы. Средства должны были направить на модернизацию предприятия, но анализ показал, что запланированную реконструкцию провели не в полном объеме. Именно по этой причине тепловикам не разрешили поднять оплату за отопление с января следующего года. Ожидалось, что тариф увеличится на 10%. Канун Нового года дорожные службы переходят на усиленный режим. Особое внимание уделяется безопасности в зимнее время и общему состоянию трассы республиканского значения, соединяющих регионы. Азиза Закумбаева продолжит тему. С началом зимнего сезона дорожники уже оказали помощь почти 600 автолюбителям на республиканских автотрассах. Несмотря на предупреждение об ухудшении погоды, некоторые казахстанцы выезжают на дальние расстояния на свой страх и риск. В итоге их приходится вызволять и снежного плена. В 2020 году вообще дороги проезжей части не было. У нас техники тяжелые. Очищали, сколько людей там. Машины не оставляют люди. В машинах сидят. МЧС даже бывает приезжает. Они даже не могут себе позволить проехать. Вот мы чистим, проезжаем людей, как говорится, машинам на буксировку. Дорожная техника работает бесперебойно. На расчистке автодорог страны работает более тысячи единиц спецтехники и около трех тысяч человек. Также функционирует единый номер Казавтожол 1403, по которому можно позвонить в случае незапланированной остановки на дороге в непогоду. Кстати, сейчас вновь объявлено штормовое предупреждение в семи регионах страны. Когда люди отправляются в путь, 70 из 100% выезжают неподготовленными. Они застревают в дороге. Их приходится спасать. Машины создают пробки, заторы и мешают движению. Автодороги республиканского значения перевели на зимние условия содержания еще в октябре. С тех пор по разным причинам. В основном из-за бурана ограничения движения на разных участках трасс вводились более 180 раз. Азиза Закумбаева, Хлебек Исимсиитов, Хабар 24. Усть-Каменогорске на штрафстоянке отгоняют хаотично припаркованные во дворах автомобили. Рейдовый проверки инициировали полицейские и спасатели. Горожанам наглядно демонстрируют факты нарушения ПДД, когда в узких проездах застревают массивные спецмашины. По словам огнеборцев, ликвидацию каждого второго пожара в городской черте усложняют именно дворовые пробки. Во дворах жилых домов существует преграда для того, чтобы спецтехника вовремя осуществляла свою непосредственную работу. Просим населения с пониманием отнестись к тому, что необходимо соблюдать меры безопасности и не парковать свой транспорт у подъездов жилых домов в хаотичном порядке. В Молгостовской области начали подкармливать лебедей. Специалисты инспекции лесного хозяйства доставили более 500 килограммов корма для птиц на озеро Карагие Каракольского государственного заказника. В рацион, помимо зерна и овощей, добавлены специальные питательные вещества. В этом году в регионе зима суровее, чем обычно, и молодняку сложно добывать пищу. Экологи подчеркивают, пока в регионе будет минусовая температура, лебедей будут подкармливать. Насчет питания мы предварительно посоветовались с Институтом зоологии. Составили список продуктов. Овощи порезали на мелкие кусочки, чтобы птицы комфортно ели пищу. На озеро, поближе к птицам, на моторной лодке нас доставили специалисты рыбной инспекции. К этому часу у нас все. Увидимся в 20 минут.